Если бы мы получили самолеты к лету, даже к этому времени, к июлю, то у нас мы бы закончили войну в этом году. Но тогда бы выпали, конечно, из политической баталии американской в следующего года. Скорее всего, нам этого просто не дали сделать, потому самолетов мы не увидим. Даже атакамсов, которые могли бы передать и тоже ускорить, мы тоже не увидим. Потому просчитываемый сценарий вот такой тяжелой войны, окопной, я бы так сказал, он был тоже. То есть он в уме держался. Как всегда, надеешься на лучшее. Ну а получается, как всегда, но к этому однозначно были готовы. Без самолетов, без дальних средств поражения типа атакамцев. Вот эта скорость, это еще и хорошая у нас скорость. Мы неплохо движемся. И от минусового врага первая задача любой армии, как раз уничтожение армии противника. Связаны две группировки по двум фронтам. Идет подготовка к прорыву, но скорости уже точно не будет. В этом году мы войну уже точно не закончим. Скорее всего, она расписана под окончание, а именно под это и дается техника, дается определенное количество сил, средств. Она расписана под окончание, под следующий саммит НАТО в Вашингтоне. И это все завязано на общую предвыборную кампанию Белого дома. Сейчас там обамовская администрация, старая обамовская сидит. Байден это тоже из этой администрации. Все люди, это старая обамовская администрация. Они расписали определенный, политтехнологи расписали определенный план движения. Вот мы в этом плане, мы в него вплетены, мы из него не выпадем, ну абсолютно никак. Потому можно уже говорить, это все именно по самолетам и по атакамцам. Все это видно. Значит, в следующем году надо узнать, когда будет саммит НАТО. И вот можно сказать, тогда и будет окончание войны.